Девушки отдыхают Очень важно для команды Nexus Ждем абсолютно новой игры От них как минимум Потому что новая мейчена Откровенно не летела Смоук киты от Риза Остальные с арморами, тут смок флешка Плюс дропнутые по 250 на Кселу Убит джей, чекнул игроков на секунде Одного-двух точно заметил И отступил Как минимум знают, что это Не какой-то фастовый раунд через секунд Поэтому могут свою позиционку пока сохранять Но пиджей На префаер Тут открытие хорошее от Кселу Единственное, я успел ли размяться Сементы Насколько это важно для него тоже Посмотрим Атака просто после Энтрифрага дает сопернику Вот это сделать Вот так вот Очень грамотно все Исполнили Nexus Есть энтрифраг Вы в атаке просто окопались Сидите, ждете Когда защита придет собирать информацию Чтобы хоть где-то сделать укрепление Где-то полезут на вас игроки обороны И вы будете их легко забирать Причем важно, что у Nexus не видели-то никого Толком Кроме Кселу, который двоих забрал И сейчас вот заходящую спину АМ Ну просто похоронит Пьера И в этом раунде уже шансов у Джайанта Ну ноль Если только Пьер какое-то чудо не совершит И не выдаст здесь какой-то лютый эйс Или вроде того Но забрать не смог одного А второго уже в спине И просто АМ зарезал Пьера Также дело за малым Риза и ОБД Не пропустить к бомбе Справляются с одним Кстати говоря, Риз двоих-то все-таки успел убить перед смертью Ксалу квадрокил оформляет Для него это важно, как для снайпера Чем больше у него денег, тем Лучше для его команды Четыре дегла и скаут Тем временем от коллектива Джайанта Даже четыре смока себе смогли позволить Фокс даже с армором со скаутом играет И уже пикает центр Оу Выладил он к Сэлу Шикарная реализация скаута Сразу же энтри фраг Но тут АК все-таки подбирает БТН Но как минимум Джайанта начинают раунд в большинстве Как известно, вот в таких раундах с кучей пистолетов Важно дать энтри Потом уже шансы имеются Потому что если энтри будет по вам И вы будете с пистолетами, так еще и в меньшинстве Ну там совсем все плохо Тут Рага более цветастый маг Дабл Есть контакт БТН оставили на 58 хп Ну примерно то же самое от НопиДжея Фокс хочет добить соперника Но Фокс точно умрет, если продолжит на этой позиции Находится Фокс, забрал Рага Немного неосторожно здесь исполнили Нексус Продолжается раскид, но они втроем Под кучу гранат Далее вылетают на точку Б По-прежнему очень медленная перетяжка через Банан Фокс выпад Сразу рип Ну ПР ответил по АМу Дальше минус Семинта Ну и БТН Один в четыре Есть минус по НопиДжея, но его уже обходят Два калаша нужно сейчас найти в команде Джайанс Первый Э, а че? Смотрят на калаши Скаут и такие Не, не хочу Лучше маг Один-один Ну видимо не успели сообразить, что это все-таки АК У всех разные настройки, графики и все прочее Один-один Ну в итоге Команда Нексус Решила сделать экономический Интересно Оу Хаешка еще и по Кселу Там очень Жаркая тусовка намечается На ребрах И в коврах, кстати Ну БТН-то точно без шансов должен умирать Пошел выпад на Фокса Фокс один, второй Третий фраг А нет, на третий уже не хватило Там двух оставил красными Доедает вроде как у БДжей Кселу падает БТН Ну а Но ПДжей возможно достанется АМ Нет, тот пошел в библиотеку И Легкий минус по АМ АМочку забрать АМку Ну ребят Я не понимаю Они не засевели калаш Они не забрали АМку выбиту из Фокса Это просто В будущем может сыграть свою роль Это какая-то халатность Сейчас играю с двумя маками Двумя автоматами и АВП А там Все пять игроков С штурмовыми винтовками И кстати говоря 3б Джайантс Исполняет раннем тайминге Молик полетел на дрова Тут же минус Панопи Дальше Вот дальше уже было тяжелее Пиар Под флешку выпад Еще один фраг Под Кселу Не самый лучший смок Который как бы банан-то все-таки отрезает Но они хотели забрать банан под контроль Таким образом отдали банан И в меньшинстве Нексус продолжает продвигаться под Б Где два опорника Выход пошел О Биджей Алло Там челы уже по Б ходят У Биджей Спиной сидит Все это время играл против флешки Но они же уже все вышли Неужели Тиммейт не сказал Вот реально Видно уже На протяжении нескольких раундов На Инферно Что какие-то проблемы в коммуникации У Джайантс Не говорят что где выпало Что где нужно подсейвить Друг другу информацию не дают Кто куда зашел Кто куда вышел И так далее Сейчас вот раунд был проигран В большинстве Из-за этого Ну да ладно Может быть этот момент еще пофиксит Они Довольно быстро Оу Вот так вот Друзья Не забывайте что Сайбербэт раздает вам Бонусы По 100% К вашим депозитам Так что заходите По Бабер По трансляции Пишите Сайбер в чат Что коэффициенты на этот матч Были многообещающие Что на одну Что на другую команду Итак с деглом А нет Все таки Сака Будет играть Риз Тиммейт С эмками АВП Фокс Но последние деньги Не торопливый раунд Банан вроде как постепенно Забирают Нексус С подсада Чекается Подмолик Проходит под бочки Но стак А На Джайнс На Б только ПР Который пытается Гранатами выигрывать Время Но понимает Что бесконечно делать Это не получится Поэтому уже Нужна халпа Но Пиджей подходит Возможно только лишь Чтобы смоук дать АМ пытался тут Фокс задергать Развести на выстрел Но Фокс На опте На первую пару страйфов Не повез Потом просто убрал оппонента Ждет буста Но Пиджей Кстати не зря Но Нексус уже начали Свой выход И есть минус По первому игроку Атаки Дальше под флешку Выпад еще один Должен быть Но хороший Тайминговый Агрессивный Мув от Кселу Не позволяет Первую Двинуться Даже с своей позиции Рага Также дает фраг По Биджей Правда Рага тут же отваливается А там красный Кселу В сайте Но Риз сам себе В лицо накидывает флешку Но бомба Правда еще не стоит У Нексус Не могут не позволить Этому случиться С Маке бомба Оставится Можно попытаться найти Кселу в этот момент Кселу За двойкой Семинта За столбом Флешку дает И нужно вдвоем Вдвоем Сыграть под эту флешку Минус Фокс Риз Хе полетела Риз Просто дальше Выпрыгивает уже На прицел к Семинта И таким образом Три фрага От Семинта И третий раунд Команде Нексус Ну кстати Очередной раунд В меньшинстве Нексус забирают Тут уже деньги Заканчиваются У гигантов Диглс Скаут ЦЗ 2 USP От Джайанс Промо В центре Но потом Тут же минус По Фоксу Уф У Би Джей Жадненько было Пошел подбирать Выбит из тиммейта Скаут И чуть было Сам там же Не остался Риз Минус Есть Второго Забирает у Би Джей Семинта Не успел Разменяться Но по идее Да там рага Уже выходит из ковров Тут же минус пиар Ну и на Би Джей Остается один С Юспом Его естественно Тут не почувствует Ксэлу И тайм аут Денег нет На нормальной Бай Команде Джайанс То есть С авиком Со всеми необходимыми Гранатами Но закупаться нужно Безусловно Им нужно понять Как правильно Распределить экономику Кто вынужден будет Побегать с Фамасом Но закупить себе Максимум гранат Например И так далее Аук Фамас Два Фамаса даже Ну вот Просто потому что Нужны гранаты 2 мки аук 2 фамаса Отсутствуют Киты Но Есть 2 зажигательные 5 смаков Ну и горстка Флешек Даже имеется Так Тут у BTN Только нет Девайса Но он либо Лежит где-то Да Вон он там Спрятался За ступенечкой Кстати интересно Вот такие ступеньки Как раз самые Каверзные Потому что Хай Если залетает сюда А ты стоишь Вот здесь Ты не получаешь Урона Поэтому любые Вот такие Вот Неровные поверхности В кейсе Стараются Убирать Буквы Г Например Стоящие ступени Поэтому В большинстве Своем Мы видим Такие Грубые Угловатые PR 68 хп Немного Прогорел Обратите внимание На количество Гранатов Джайанс Их Катастрофически Мало Что А тут Смоук лежит Я подумал Фокс Мидл просто Пикает На середине Раунда Но нет Он просто Перед смоком Решил Поконтролить Бойлер Укрепление Ребер Тут должны быть Легкие киллы Для команды Обороны Вот это да Куча разменов Но в итоге Ксалу Остается Один в три Там просто Полегло Куча игроков И посмотрите На это кладбище Где там Это все Сколько Здесь Раз Два Три Четыре Пять Человек Моментально Умерло Да даже Шесть По идее Должно быть Просто шестого Не нашел Ну кстати говоря Ксалу Если вдруг Заберет Мопиджи Сможет Спокойно Зайти на б Поставить бомбу Но пиджи Сидит в хорошей позиции Это плюсавик Третий Для гигантов Пара диглов Да в принципе На Более-менее Форс есть деньги У команды Нексус Но Из-за того Что у них нет Лострика Никакого Они решили Оставить себе Побольше денег Минимальное количество Это АМ Семьсот Одес Очень опасно Здесь прыгал На пиджей Могли его подстрелить Но пока Только лишь Минус два Практически Смогли Нащупать третьего Смог Оп Семит И 4 хп Вот так вот Дотанцевался Но в дымах На пиджей На дровах Притаился В общем это Смог еще есть Но решили без смока, что, мол, на стрельбу сейчас примем. По НОПДЖ есть информация. БТН при фаером выходит. Легкий минус по нему. Дальше пиара также проходит. Почему было не положить смок? Непонятно. Решили постреляться. Ну, вот как бы результат. Смотрите, к чему это привело. На единицу полез БТН. Понял, что его план был дискредитирован. Ой, в смок семинта добрали. БТНа там в ухо вот-вот выйдет. Убьет Фокс. И на этом заканчивается команда Нексус. 4-4. Ну, и теперь уже бай. С маком играет АМ. У остальных калаши плюс АВП Сэллоу. 3 АК, ВП и мак против эквивалентного бая. Изучением того, что вместо баха там АУГ. И но Пиджей просто в молек врывается. Но это РИП моментально, естественно. Пер притаился за стеной. Но его найдут не знаю, какой-то не самый выберенный был мув. Так, забрали Фокса в миде. Это возможность выйти на точку АП. Правда, там Риз не пропускает уже рага. И продолжает на Риза двигаться игроки атаки. Риз еще одного готов был забирать. Но из смока просто выпрыгивает к Сэллоу. Дает на 180 разворот и забирает Риза. Ну вот теперь остались только два игрока на обороне. Это ОБДжей и Пиар. Которые будут сейвить. Ну, честно признаться но Пиджей, который запрыгивал на банан там либо тиммейты должны были какие-то другие гранаты ему накинуть. То есть, либо тиммейты виноваты, либо он со своим решением не договорился с ними. Непонятно. Хорошо вроде как отработали под точка А тиммейта. Фокса, конечно, забрали, но он там просто пытался подконтролить банан. Риз ответил и готов был из смока выпрыгивающих игроков принимать. Но Ксэллоу дал жесткий вертухан. Все могло бы сложиться абсолютно иначе, если бы у Риза там все получилось. Но, тем не менее. 5-4. Счет. Не то чтобы очень опасный для кого-либо вообще на карте. На Инферно нет какой-то жесткой доминации у защиты или у атаки. Как это бывает там, знаете, на различных дастах и нюках. Чуть больше раундов в защите берут. Нексус на карте для Инферно. В свою очередь, обладатели пика команды Джаинс. Вообще, 50 на 50 статистику имеют на данной карте. Так что, я бы не говорил, что здесь есть какие-то привилегии. Поэтому, покуда половина закончится 8-7 или 9-6, нас в любом случае во второй ожидает жаркое сражение. Жаркий бой. Под Б оставили одного лишь Аэма. Для того, чтобы развлекать здесь игроков защиты. Там же собираются выйти под А. Но здесь будет непросто удерживать точку в команде Джаинс. У Биджейс АВП. За спиной есть Ризн. У него только Дигл. И они это всего лишь вдвоем. Гранат толком-то и нет. Смоук, флешка не сильно остановят соперника. Тем более, что прокидывать их нужно заранее. Ну вот, Риз уже свой смок положил. Не исключено, что Нексус вводит момент развернуться. Это, конечно, тоже может быть. Никто этого не отменяет. А.М. сейчас чекнет. И много будет зависеть от того, сможет ли он дать свой минус. Так, в прыжке. Заходит на Пиэра. Есть минус! Какой важный фраг сейчас оформил А.М. Но Биджей разбирается с БТНом. Лонг решил проходить там с бомбой в соло. Семинтая. Вот это может быть огромной ошибкой. Есть минус по Биджею. Но Риз дает свой фраг и тут же сохраняет за собой позицию. Плюс АК-47. Врыв там был от Фокса. Не самый лучший, правда. Но Ризу нужно поиграть вместе с тиммейтом. В соло сейчас исполнять было бы большой ошибкой. Но врыв идет от НопиДжея. НопиДжей подходит все ближе. К Сэлу проконтролил соперника. И остается только бедняга Риз. А один в два залетает в сайт. Минус по первому дал. Но раунда. Дикая дичь. Трипл килл от Риза, который в этом раунде вообще с деглом был. Что творится-то? Ребят, за кого болеете-то? Нексус или Джайанс? Ну что, мне кажется, в чате должно быть 50 на 50. Мак, Диггл и АК-47 от команды Нексус. Ну тут пара Фамасов. Пара. Три Фамаса. М4 и АВП. Молик не позволяет Райга пройти ковры. В этот момент Фокс пикает его тиммейтов. Но... Но... Фокс не успел среагировать на Рага. Хотя, казалось, должен был. Ну, типа там времени было немало. Двойной выпад от игроков защиты. Решили отжать ковры. А тут... Тут уже Рага и второго игрока за раунд успевает порешить. И на точке А остается один лишь Риз, которого точно должны пройти подразмен. Да, даже без размена. Успели его забрать. И, в общем-то, Нексус забирает себе закономерный шестой раунд. Ну и сейвят два Фамаса гиганта. Вообще, сказать, что пока в защите у них проблемы, это ничего не сказать. Постоянная экономическая дыра у них просто. Вот выиграли те два важных раунда на старте карты после взятой соперником пистолетки. Еще пару раундов буквально выгрызли у соперника. А на деле пока, ну, реально очень все скверно. На Пиджей знает, что к нему приближается оппонент. Есть минус по АЭму. А вот забрать Калаш уже не получится. Ну и в итоге играю с ЦЗ, МП-9. Двумя даже МП-9. Ну и теми самыми Фамасами. Да, безусловно, и не такие баи брались, но вы сами прекрасно понимаете, насколько сложно будет команде Джайанс взять нечто подобное. Толком без гранат, без какого-то стака, без какого-то везения здесь не обойтись. Ризы, Фокс вот идут пушить. Опять же, сбор информации важный, но они отдают все остальное пространство подам. То есть, на шифте, там, на ребра можно теоретически выйти информации, по этому поводу нет у команды обороны, минус пиар. По идее, ой, пиар! На пиаре забрали вместо пиара. Он должен был с гранатой в руке, скорее всего, умирать, но здесь немного не сложилось. Еще и взорвал он БТНа, выпад от Фокса. Оп, замечает рага и с ЦЗ. Все-таки добивает оппонента. 73 хп, начекал еще одного, говорит, так, ребят, тут все не так просто, как кажется, их всего двое, но одного из них я видел в центре, поэтому давайте взъерошились, нахохлились, стоим по позициям. Рис, правда, пошел пушить, что стало в итоге для него ошибкой. Фокс, ЦЗ, уходит в сайт. Мне кажется, ЦЗ реализовать на такой позиции идеально можно, чуть-чуть не добил, но все-таки добивает оппонента, за веком побежал, а обиджей тем временем расправился с Семинта. И так это 6-6, взяли слабый бай, сейчас Джайанс, и оставляют команду Nexus с разбитой экономикой, там полторы тысячи всего у БТНа. И полетели диглы от Nexus, плюс по 250 урага. Так, ну, СЛ уже подходит поближе к сопернику, и при фаером пытался открыться по на пиджею, но попал не по голове. Надо было по голове. Ну и все, тут уже Nexus нужно собираться в один большой кулак, и бить по одному из направлений. Ну, решили все-таки на банан еще заглянуть. Идет рага по коврам, по-да, чекает уже позиции. Кстати говоря, возможно, в ближайшее время обиджей заметит. Там тем временем пытаются пройти Фера. Ферр успевает забрать только одного игрока, приходит на позицию но пиджея, начинает топить в смоки. Тут, кстати говоря, бомбу там можно поставить, рей-раунд можно потащить такими темпами. Фокса оставили красным, выпад пошел, БТНа прострелами, забирая ТМ, а вот Фокса там все-таки он потерял диффузица. А, нет, это не диффузица бомбы, это лишь фейк. АМ просто не идет туда. Он понимает, что его ждут со всех сторон, встречают и просто хочет убить еще пару игроков обороны. Еще одного. Ну, тут уже OBJ приходит под контроль соперника. АМ дал квадрокилл на экономическом раунде с дегла. 4К ВП от Nexus. Предпоследний раунд половины. В экономическом плане для Nexus, да, в принципе, и для гигантов, это очень важный раунд. Потому что половина может закончиться 9-6, может закончиться 8-7. 7-8. Вариации разные могут быть. Опа, по Фоксу было попадание. Да ладно. Но кто шире пикает-то? Фоксирис. Это было не лучшей идеей. Тут же пиар погибает пода. Ничего себе, вот это выход был от рага. Не очень вышло. Как сказал Барат, я вообще не понял. Ну, то есть, по информации, что, мол, там где-то игрок стоит, но он даже даже вот какого-то подозрения не было, что на жердочке может быть игрок. Не начекал Волод. Так, стоп, а у БиДжей это забрали. И раунд может перевернуться. Риз возвращается. Он слышит, как топает игрок в сайте. Но Ксалу занимает шикарную позицию на тюрьме. Семинта. Смог полетел от него и минус Семинта. А Ксалу никто не чекнет. Но зато теперь у НопиДжея есть информация по Ксалу. Знает, что тот спрыгнул. Нет, не знает, нет, не знает, нет, не знает. Но все-таки успевает на него навестись. Ксалу не смог потащить раунд. Это восьмой для гигантов. Гигант. Интересно вообще название. Они на логотипе даже не очень понятно какие конкретно это гиганты. Потому что там вот у них водофон, какие-то буквы, щит. гиганты мысли, допустим. С Маком играет Нексус. Четыре калаша. Также у них присутствует джайантс. В свою очередь кучка эмок и один калаш. Опа, опа. Вылетает на ребра Фокс в очередной раз. Репикает соперник. Правда этот раз гораздо более успешно. Минус два дал и еще мог двоих порешить спину. Но хороший разворот был от Семинта. Тут же рассыпается просто оборон точке. Только что были в пятером джайантс. И вот они три потери безответные понесли. Но Пиджи и Пиар дальше на ретейке. Уксала хорошая позиция на бойлере. Но частенько она проходится при файером. Поэтому посмотрим. А, я понял. на бойлере. Мне префичем прилетает чуть ли не с другого конца карты. А тут вот такая история. Понятно. 7-8. 18 на 9 играет Риз. 13 килов у Фокса. 17 килов у Ксалу. И 11 у Аэма. 8-7. Так. Ну и полетел Барк. Нексус. 4 армора. 2 флешки киты урага. И раскид на двух игроках у Джайанс. Интересный смачок. Такой прилетает центр, который не отрезает толком ни одну ни другую сторону. Потому что ну вот сейчас покажу. Ладно, там уже не успею. Ну вот, вот. У БТНа куча пространства было для маневров. Он, кстати говоря, сделал выпад еще на центр. Но это уже не важно. Потому что выход пошел на точку Б. И тут попытка принять этот выход от Ксалу очень широко открылся. Но просто адово широко. Не знаю, ничто не предвещало беды. ОБДжей дождется БТНа с банана выходящего. Но БТН был настороже. Правда, вдвоем остается Нексус. И Джайанс сдерживает ретейк. Все вместе БТН один в три. Ну и просто Фокс добирает оппонента. Девятый для Джайанс. Три дигла 5-7 из Скаут. Команда Нексус. В принципе, подобный бай выиграли Джайанс. У них 4 дигла было, но это не думаю, что что-то кардинально меняет. Но тогда Фокс нашел важный энтри фраг на старте раунда. Здесь. А здесь не подставились игроки Джайанс. Если бы чуть дольше остался Кселу на позиции, его бы самого прошли без проблем. Опа! Рага решил тут стрейфануться, чекнуть соперника. Больно. Промах от Кселу. Соперник при соде выходил. Незащитно было попадание. Тут же падает Семинт. Есть ответ от Аэма. Напоминаю, он где-то под конец первой половины с Дигла 4 минуса дал. Так что его стоит бояться, когда у него пустынный орел в руках. Смог кладет БТН. Не стоит торопиться игрокам атаки с бананом выходящим. Стоит дождаться на Пиджея. Но окей. Окей. У Биджея такой. А я так не считаю. Я не согласен. Очень хочется пикнуть. Из смока выбежать. Как эти мемы с мозгом. когда мозг говорит сделай. Ты такой зачем? Он говорит ну надо. 7-10. Нет, тут у Аэма уже не полетела. Один в тело. А дальше уже выше головы. Триплкил от Нопиджея. 10-7. Три раунда разницы и деньги заканчиваются на Нексус. Поэтому сейчас будет экономический раунд от данного коллектива. Три дегла. Два Юспа. Две флешки и смоук. На точке Б один из семинта. Круто, что у него есть смоук. То есть какой-то непродолжительный отрезок времени он сможет выиграть для того, чтобы перетяжка была. Опасно вообще играет Нексус, но с другой стороны ты должен рисковать. Не попадает по Нопиджею в канаве. Реально вот действия Джайн сейчас не особо логичны, потому что с деглами вот так вот стреляться вот этими тапами ваншотами это очень плохая идея, потому что дегл не сильно рискует. У них слабый бай, к ним претензий мало. То есть для них вот эти выпады и как и для вас это шанс на размен. Но просто вам эти размены не нужны, вам нужно зайти на точку поставить бомбу. А тем, что вы пытаетесь перестрелять дигл с калаша на такой дистанции, вот эти 50 на 50 перестрелки равные могут привести к поражению. Все, вы поняли, что там трое на А. Бегите на Б. Это и сделали Джаймс, очень долго они гнули свою линию. Ну, А. О, погодите, нет, не в этот раз. А. 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 Убивать девайсы, но не смог никого забрать. Попал один раз по Фоксу. МП9. Не убить Иэна. Тиммейты с МКами. И два Галила от гигантов. Но у них-то деньги запасные есть. Ничего не сказать о команде Нексус. Нексус нужно постараться. Если даже не удастся выиграть раунд, то хотя бы подсевить. По его окончанию. Чтобы в следующем закупаться. Итак, выход пошел на ребра. Здесь, пока в нычке, притаился БТН со своим МП9. Тиммейта потерял, но БТН на два минуса. Нет, только на один его хватает. Он красным оставляет пьера. Но, правда, работает АМ. На два фрага хватает его. Теперь это два в два. Ну, вы посмотрите, как близко уже КСЛ находится вместе с тиммейтом в точке А. Ой, Пьер! На 15 хп просто закрывают все вопросы по КСЛ. И Семинта остается один в два. Ну, минус Пьер. Один на один против Нопи Джея. Ой, полетел еще и в тюрьму. Интересно, Семинта поймет, что соперник находится в тюрьме? Ну, я бы на его месте точно этот момент не прочувствовал. Типа, чел ставил бомбу. Скорее всего, где-то в сайте. Может быть, на шарте. А может быть, ковры ушел. Ну, он как бы чекнул. Ну, вы понимаете сами, да? Это такой вот ленивый чек. Когда ты посмотрел, я отвернулся сразу. Рассчитываю. Ну, его же там не будет. 12-7. На некий бай деньги есть у команды Nexus. Но я бы не рекомендовал закупаться сейчас. Скаут, 4 дегла. Пара арморов, пара гранат. Уже минус BTN. Его скаут реализован не было. Да, было пара попаданий по Giants уже. Fox оставили битым. OBJ также немного досталось. Но, в принципе, критичного ничего пока не произошло. Даже если потеряют пару игроков, но при этом не отдадут калаши сопернику, то и это будет не критично. Пока на своем экономическом Nexus ничего не добились. Возможно, у Raga что-то выйдет. Там, тем временем, Риз просто хоронит двоих. Под B падает и Raga. Экараунд. Неуспешный вышел от коллектива Nexus. На пике соперника пока, в принципе, как и на Дасте, не все получается у Nexus. 4 МК АВП. Ну, вот это раунд уже, который можно назвать супер важным для самой команды Nexus. Гиганты, если его проигрывают им, то вообще без разницы. Они перезакупятся и дальше продолжат гнуть свою линию. А вот Nexus, кровь из носу, нужно его выигрывать. Реист 3 хп, но PJ 40. Но PJ проходит все дальше под B, но все больше прогорает. 16 хп у него осталось, но забрали тем временем BTN. Есть ответ от Xelo. Хоронит он Фокса. Так, ну Семинта. Но PJ должен забрать. Да и, в принципе, и Риза там легко можно похоронить. Минус от Raga. Ой-ой-ой, какой спрей от Семинта. Аж больно стало. Хаешка. Ой, какая хаешка может быть. Вы посмотрите, полетела. Вы посмотрите, как это сейчас минус 2 дает. Ха-ха-ха. Добрый вечер. И OBJ идет пикать Raga. Raga к этому готов. Вот так вот просто отдыхает парень. 8-13. Все-таки очень важный раунд. Тот самый Nexus смогли взять. Но у соперника в очередной раз есть бай. Полетели калаши. Даже навик хватает, если есть им необходимость. 2 АК, 2 АМК, АВП в защите. Ну и под молик Риз. Опять врывается через свой собственный молик. Real talk. Ну, 2 в 2 разменялись. Под АМА. Неплохая хае, если учитывать. Дистанцию. Перетягивает Raga на B. На А остается один лишь АМ. И то закрыто. Соперник уже практически выходит. На, вы посмотрите. Мимо АМа. Буквально в метре от него прошел Фокс. За стеночкой. Но в момент выхода соперника АМ может начать продвигаться к ним же в спины. Все, полетели игроки атаки. И АМ такой. Ууу, ребят. Я сейчас все сделаю. Вы, главное, не умирайте. А я все сделаю. Ну, как минимум пару киллов ТАМ может здесь выписать. Вот Фокса забрал. Но дальше все. С самим АМом разбирается тут же у БиДжей. Полетел ХАЕ в сайт. Свой урон он наносит. Но ПиДжей того минус 40 хп. Влетает. Но ПиДжей добить не удалось. Дальше работает семинт. Ой-ой-ой. Спрей-контроль. Одного забрал. Перевелся налево. Потом направо. Все заспреял. Просто всех залил свинцом. И девятый раунд для Нексус. Ну, бомба стояла. Дополнительные деньги Джайант заработали. Деньги и без того у них были. А вот у соперника вышел только один игрок. С Фомасом играет Рага. По китам нет таких проблем. Как, например, по гранатам у БТН. Ну, и несколько игроков только лишь с тремя. В принципе, урезаны по баю сейчас Нексус. Так. Под гранаты проходят постепенно банан игроки Джайантс. А здесь принимать их будет в целом. Ой, хорошая реакция. Забрал Риза. Правда, ОБД тут же сыграл на размене. Хороший опыт по ОБД от Рага. В соло с авиком пошел открываться под Б. Тиммейт, конечно, уже на КТ. И даже, возможно, заберут Семинта. Семинта, кстати, на Чеху все-таки Фокса. Но погиб. Рага, с другой стороны, может спокойно удерживать точку Б с ВП. К нему подойти просто тяжело физически. А тут в арке, кстати, есть игрок. И зря спалился Фокс. Рикардо на опыте, как бы. Но вот в некоторых ситуациях прям сильно подводит своих фанатов и свой коллектив. Два в два остается коллектив. По ЭМУ есть информация. Тот сместился на тюрьму. Но ПД я также забрал. Пиар. Там бомба лежит на респавне. Понимаете? 30 секунд на таймере. Бомба на респе. На респе. Почти. Ну, на мопеде. В любом случае, Перу нужно бежать с ножом. Рага в этот момент приходит на А, где соперник только что убил его тиммейк. Я такой не понял. А что, бомбу ставить-то будут? Нет. Бомбу Пер понесет под Б. И все это делать нужно с ножом. Рага может вовремя понять, что соперник сместился на Б. Это просто Ор. Полкарты. Пер уже успел обижать за все это время. Отдышка, наверное, должна быть в такой-то ситуации. И Пер пошел в Смоук. Слышит соперника. Слышит оппонента. Выходит из Смака. Его встречают. Да ладно. Рага не проконтролил. Это должен быть 100% минус. Такая досада для Нексус. Да. Два Фомаса, два Дегла и Скаут. Команда Нексус. Еще эти 14-9. Но могло быть хуже. Могли быть только пистолеты. Поэтому тут определенные шансы-то имеются. Так, ну. Кстати говоря, Семинта может сейчас забрать пару игроков атаки. Флешка хорошая была. Второго... Ммм. Чуть-чуть не хватило. Свою флешку накинул Семинта. Правда, патронов нет. Тиммейт должен, должен, должен дать минус. Но Нопиджей прикрыл. Все-таки Фокса. Тот на 7 хп ушел. А сам Нопиджей забрал двоих. Ну и разворачивается команда атаки. Понимаешь, что они вполне вероятно спровоцировали перетяжку всех оставшихся игроков защиты под Б. Ну и... Пока стоят на банане гиганты. Пошел, раскид. Видели, видели. Рагу. Естественно, его прошли. Все, Аэма и БТН остались вдвоем. Хотя вот после минуса по Фоксу, я думаю, себя уже поверят. Нексус. Бомба ставится. Нопиджей в смоках. Нопиджей выпад. Такой вот каверзный момент. Ага. Аэма забрал. Дольше. Переводится на БТН. Как танк, медленно проворачивая башню. Ну и 15-9. Три МП-9. Фамас Диггл. Полетели гранаты против пика из дома. Чтобы на секунде соперник информацию не собирал. Подходит постепенно Джайанс. Поближе. Позициям. Атаки. Но тут выпад был от АМ. АМ, конечно, свой минус дал. Но погиб. И мы знаем, что равный размен это всегда проблема для команды обороны. Рага. Неужели в соло тоже пойдет? Потому что АМ реально сыграл сейчас один. Похоже на тильт вообще. В соло выходит и рага. Есть минус, но он-то хотя бы ушел. Тут Фокс мог бы его срезать. Что и произошло. На А приходит Семинта. Но с одной стороны его закрыли смоком. С другой стороны соперник, возможно, сейчас просто польется рекой. Через двадцатку. На банане стоит в этот момент BTN. На стене. Ждет выпада соперника. Но это позиция на фраг, опять же. То есть он дает минус. После этого стопроцентный размен должен быть. Минуса нет. Но он хотя бы выжил. И атака полетела на Б. BTN пока в соло принимает все это дело. Смоком закрывает, естественно, хелпу. Так что там только на халяву сдегла. Может Семинта попасть. А вот BTN под флешку тиммейта. Открытие Фокса в спину. Но сам остался в бланде от флешки уже команда атаки. Ему нужно попытаться найти хотя бы один килл. Но не удается сделать и этого. Вп дальше. Семинта был проконтрен. Ну и последний к соло. Один в три. Полетел на банане искать игрока. Кстати, забрал он Фокса. Но Пиджей тут же дал свой размен. 19-6... 16-9. Заканчивается карта. Де Инферно. И 2-0. Победа команды Джайанс. Они выбивают. Нексус с турнира. И Нексус. Первую карту играя с заменой. Вторую уже полным составом. Все-таки не смогли переиграть. Португальских оппонентов. Ну что, друзья. Дальше на этом канале будет матч. Такой СНГ-дерби. Между Хард Лиджин и командой Нави Джуниор. В 17.30 начнется данное противостояние. Поэтому, друзья, надолго с вами не прощаюсь. Встретимся уже в рамках следующего Best of 3. СНГ-дерби.